добрый день приветики сегодня дождливая погода на улице 16 градусов всем привет добро пожаловать на канал едем прямо с вами ильнар и ксюша этот автодом мы построили сами в нем путешествуем уже более полутора лет мы берем тебя с собой в наше путешествие с севера на юг и ты сам увидишь что такое true ван лайф нашу супер отстойная магнитола зависла приехали чтобы глушить мотор нам повезло тишина купили на авито бани корм очень выгодная цена служб доставок и маркетплейсов полно но когда ты путешествуешь на машине здесь речь идет об экономии дней соответственно на каждую доставку тебе нужно закладывать дополнительное время ты уже не можешь дать 35 дней в каком-то городе потому что ты постоянно едешь и едешь и естественно здесь приходится действовать по старинке скайпом бани будет наслаждаться надеюсь она не станет такой вот купили бани пеленок 5 килограмм здесь заметно жарче стало чем в карелии чем питере и мы даже сходили в душ потому что невозможно ехать и чистым ехать гораздо приятнее ну что мы идем в кремль вместе с бани хотелось бы чтобы было побольше памятников которые олицетворяют все-таки добро радость любовь мир и так далее они какую-то не знаю депрессию какую-то разруху но как складывается что большинство памятников именно это и символизирует к сожалению больше позитива больше прекрасного вносить и смотрите одни мемориалы в стране позитивом невозможно же контролировать людей а страхом можно туда лиду я обожаю кулакольный звон и всегда охота залезть и позвонить первое правило ван лайфера искать парковку когда светло провалено мы сейчас приехали к реке и будем тут ночевать надеюсь недалеко от шкафа мне очень нравится такая дорога в лес по пешеходной дороге вообще мы приехали здесь просто деревья ну типа мы и на въезде можем также постоять поэтому не будем в этой глуши просто в непроходимом лесу стоять лучше вернемся обратно ближе к дороге просто в тихом местечке и так же в листочке останемся до next day короче у нас капало масло хотели доехать до большого города и поменять прокладку сейчас завели машину на окраине маленького города у нас просто полилось масло и сейчас эльнар под дождем она попытается закрутить может быть дело в этом надеюсь у нас все получится потому что на доливку у нас осталось совсем мало масла все это время пока немножко подкапывала моего подливали надежды доехать до сервиса подкрутили льется льется короче масло льется своим ходом явно ехать не получится будем что-то думать еще у баки что-то случилось животом и она просто засрала коврики давай льется короче подтянуть не получается масса все равно льет так же как и дождь эльнар пытается чуть-чуть сдвинуть с места не заводя чтобы уйти с этой лужи масляной давай оаа мои 48 килограмм идет сейчас эльнар открутит крышку масляного фильтра проверим быть может там что-то случилось прокладкой надеемся на самом деле что причина в этом и нам не нужно будет менять полностью там дорогостоящую систему говорят то что в масляном фильтре немножко только масло и я надеюсь что она поместится в эту тару вы уж простите нас за масло на асфальте но у нас выбора нет надеюсь на асфальт сильно закрутил обратно крышку фильтра течет прямо из под крышки фильтра я думаю что все таки дело в прокладке сейчас придется искать в магазине может самого кольцо вот такое подходящее короче испытание вроде безобидный кусок лесной дороги а мороки уже на много часов мы на трассе в глуши на нервах как хорошо что у нас есть скутер короче эльнар поехал искать прокладку ну вот и покупочки вот такой вот магазин все это богатство вышло на 1000 рублей продавец сказал что мне вообще не то масло залито оказывается я хотел total 5 в 40 взять но там еще оказывается должна быть аббревиатура c2 типа для пижо для фиатов а масло просто взял самое дешевое потому что надолив и потом нужно будет масло менять уже через где-то 2000 километров я облачился в костюм ремонтника а шорты 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 рабочие специально обученные чтобы жарко не было и теперь мне сразу и перчаточки это сама крышка она оказывается идет без этой резинки а такая резинка идет в комплекте с фильтром на ощупь очень сильно отличается и размер видно ну да он толще на данный момент установлю старый фильтр потому что через где-то 2000 километров нам полностью масло нужно будет менять ой надеюсь дело было в этом кольце мы отсюда сегодня уедем как и планировали чем по городу погулял да кстати ехал по навигатору обратно и он меня повел просто он намного толще и он меня повел просто по ужасной дороге это был прямо экстрим примерно такой же как в карелии можете посмотреть предыдущий выпуск там есть пару кадров как мы катаемся с ребятами с арт букет сборными по карелии и вот принципе здесь дорога в этом лесу такая же получилось что запачкали асфальт мы терпеть не можем так делать но блин машина потекла без нашего ведома и мы даже не спросила вообще на самом деле она намекала нам потому что в питере у нас начали оставаться небольшие лужи масла под машиной хоть бы хоть бы хоть бы хоть бы перестала течь масло так сложно сюда заливать масло если честно давай вроде все четко это новый опыт это называется true ванлайф ванлайф это не когда тебя волосы четко выпрямленные и не пахнет от тебя маслом и дизелем а ванлайф это перемешка с этим вместе когда ты в грязи валяешься и в масле и цветах и на море и вот это все-все-все вместе спасибо ребятам которые нам помогали в чате и это очень мощной поддержкой для нас оказалось и мы так легко этот вопрос решили у нас тоже есть уличная душ между прочим по полям по полям минус дождевик минус шорты минус футболка минус туристический коври плюс опыт плюс знания плюс скилл ну и минус тысяч рублей на фильтр и литр масла вот собственно и весь торжок который мы увидели наверное там что-то поинтереснее есть чем наши капающее масло но так уж получилось и сейчас мы едем в сторону москвы едем уже несколько километров метров и представляете вот такая пробка если уже не больше чем несколько километров уже наверно километров 10 еще километра три проехали смотрите мы пробки в москве сейчас мчались со скоростью 100 километров в час по пятиполосной трассе в темноте в дождь все обгоняют туда-сюда дергаются что-то делают это ужасно как так жить вообще и зачем классно было да действительно как классно было жить на финском заливе в окружении таких же автодомщиков как мы в россии вообще огромное теплое сообщество венлайферов которые встречаются на выходных на фестивалях и получается ты там с ними знакомишься и потом в каждом городе у тебя есть единомышленники которые готовы принять у себя в гостях у автодомщиков тоже есть жкх она называется муж просто вечер в лесу трое независимых мужчин вот это у нас эксклюзивные просто вообще и когда тебе надо 200 гигов скачать а в лесу нет связи просто коваркинг на максималка вот а Громче, 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 громче. Стоим около дороги, никого не трогаем. Из кустов выходит это. Мы припарковали свой дом на колесах прямо в центре Выборга на уютной полянке, где даже и не скажешь, что вокруг нас город. И пошли гулять. Ну что, едем прямо по Выборгу? Посмотрите, вот это кольцо! Сама башня находится сейчас на реконструкции, и вовнутрь попасть нельзя. Можно попасть в платные музеи, либо пройтись по территории. Здесь все пропитано каким-то древним временем. Да и в целом Выборг, он, конечно, олицетворяет прям старину. Здесь у нас дом-наместник, он тоже отмечен на карте. Не знаю, правда, это платное или бесплатное мероприятие, но мы сейчас узнаем. В общем, вход в дом платный. А вот тут стоит вот такой агрегат. Очень давно город и замок был захвачен Петром Первым, и вот с тех пор как раз-таки началась российская история Выборга. Нашли вот такую лестницу, можно спуститься вот на этот островочек, пофоткаться или просто посидеть, чайку попить, например. Вообще, этот замок находится на острове, он вообще полностью на воде. И смотрится со стороны невероятно эпично, мощно, красиво для любителей романтиков. Поляночка. Собственно, вот и весь замок. Пока не открыта башня, прогулка занимает прям с полчаса. Можете насладиться этим колоритным местом. Рынок здесь центральный, вообще классный. Мы буквально вчера по нему гуляли. Здесь куча иностранных продуктов, вещей. В общем, он выглядит внутри абсолютно не так, как мы привыкли видеть. Поэтому, конечно же, тоже заставляет отдельное удовольствие. Ну и сама площадь достаточно красочная. Здесь есть старинные здания. В целом красивые здания, не только старинные. Набережная шикарная. В общем, это место тоже можно отметить как достопримечательность. На самом деле, мы никак не готовимся специально к видео. Мы просто идем, гуляем, либо едем. И по пути цепляем глазами какие-то моменты. И рассказываем про них вам. Гранитные колонны из Выборгского залива. Из розового гранита и нескольких гранитных блоков. На глубине до двух метров во время прилива. Она была обнаружена и частично была занесена песком. Посмотрите, она в диаметре с меня практически. Я метр семьдесят. Как? Это как? Я вот всегда удивляюсь, каким образом маленькие люди это делали. Быть может, все-таки существует альтернативная история России. И были люди куда больше нашего. Обратите внимание, даже детские площадки сделаны под старину. Там топорики, кораблики, якоречки. Город вообще в целом полностью сохраняет облик старинного города. И мы заметили, что в центре перекладывают дорогу. Она там брусчачная. Но кладут они ее тоже брусчаткой. Для того, чтобы она была сохранена в первозданном виде. Первый раз мы восхитились таким объемом строений в Турции. Где также подпирались стены, потолок и так далее колоннами. И каждая колонна там была привезена с разных стран. Опять же, тогда, на чем, как, на кораблях. В общем, у нас есть выпуск про Турцию. Пожалуйста, полистайте и посмотрите. Это самый старый дом России. И он жилой, что самое интересное. То чувство, когда я живу в самом старом доме России, это не обзывательство и не что-то плохое, а гордость. Здесь прям повсюду идет реставрация. Прям вот реально. Весь выборг реставрируют. Даже если они какие-то здания все-таки реставрируют, они внизу по фундаменту оставляют вот такие вот незаштукатуренные места. И практически каждый второй дом видно, как выглядел раньше. Ну, вы представьте, да, тоже людям досталось. Они живут там в этом доме, но с утра до ночи ходят туристы под окнами, заглядывают, фоткаются. Даже около окна после душа не пройдешь в полотенчики. Фасад заштукатурен и восстановлен, а фундамент оставили с проблесками старины. Почему-то везде на каждом углу продается кренделя. Надо почитать. Может быть, в Выборге кренделяная столица? Шикарно. Вот только из-за этого, мне кажется, сюда стоит зайти и перекусить по пирожочку. О, боже, эта витрина просто запрещенки для меня. Это шикарно. Это растягай с курицей. Тут еще есть морковка. Лук. По вкусу как будто бы в тесто завернули поджарку для какого-нибудь супа. Суховато, но достаточно вкусно. А теперь с картошкой растягай. Странно, но с картошкой дешевле, а вкуснее. Ну, парадокс. Меня вообще сложно удержать от таких вещей. Здесь суфлейная консистенция. Внутри жидкая карамель в обильном-вобильном количестве. Шоколад молочный, как у Милка. И хрустят какие-то шарика. Обалденно. Я в восторге. С таким-то велюшом жизнь прекрасней. Еще, кстати, Выборг – это город громких чаек. Они здесь просто горланят без остановки. Мы заметили контраст. Много чаек в своей жизни видели, но здесь они просто орут постоянно. Ну, а сейчас наша прогулка заканчивается. Обязательно оставляйте комментарии, были ли вы в Выборге. Если были, то где, что вам понравилось. А если не были, то обязательно посетите. И, конечно же, путешествуйте, друзья. Давай уже вернемся обратно к путешествию. А с нашими новыми друзьями теперь уже встретимся в Москве. Мы доехали, да, ребят. В целом-то мы в Москве уже. Хотя это и не Москва. Подмосковье у друзей. Пьем чай. Завтра в 6 утра встаем. Да, ребята едут по грибы, по ягоды. А мы едем работать. Что, доброе утро? Доброе утро. Блин, так удобно было спать. Я прям вообще с кайфом проехалась. Почему раньше так не делала? Ну все, берите с собой подушки вперед, пристегивайтесь. И можно ехать. Приехали к Ашану здесь работать. А потом поедем куда-нибудь с ребятами за город. Если из Москвы вообще реально выехать, это жесть какая-то. Москва нам предстала вот такой мрачный какой-то, неинтересный, душный. Ощущение, что ты задушен городом. Баник шутен. Прикол, что и там так же. Хорошо, что нам туда. Санек мечтает о скутере. Да. И ему интересно, сможет ли он свой скутер поместить. Которого еще нет. Наш проем 64 сантиметра, кому интересно. Мечта пацанов. 30 плюс лет, а забавы все те же. Саша мечтает о скутере, чтобы в своем автодоме тоже так же возить. Та-дам! Ну что, как? Слушай, веселая штука. Веселая? Мне кажется, она побыстрее должна ехать. Смотрите, Линар работает, а тут прям сверкает. Сидит на берегу. Ура! Это домашние яички. Ребята приехали со сбора грибов. Набрали просто два ящика грибов. И смотрите, дождик начинается. Быстро раскладываемая маркиза. Да, а у нас таковой пока нет. У нас долго раскладываемая. Чтобы качественно раскрыть маркизу, нужно два человека. Два опытных человека, которые уже вместе могут друг на друга орать и любить одновременно. Это никак. У него прям шляпка может быть вот такая, а ножка вот такая. Обсуждаем грибы. Я фонарик включил, смотрите, сколько всего налетело. В рукава залетают даже. Саморез. Хочется нормальный компрессор всем в этот момент. Компрессор. А не вот это вот все. Скоро пойдет дождь на сутки. Мы решили собраться и ехать дальше. Да ладно. Че, пробки? 11,8. Пробки? Аккумулятор. А, аккумулятор. Пока-пока. Каждый раз так грустно причаться с людьми. Но меня греет мысль, что мы сейчас поедем на море. Так мы всю дорогу едем на море. Да, с апреля. Как с моря выехали, так обратно и едем. Пошли кушать борщ. Остыл. Осталось ехать 1560 километров. Это 22 часа 25 минут. Но посмотрим, сколько на самом деле это займет времени. Я думаю, что неделя. Так дождливо на улице. И вот эти вот городские поездки по городам. Это так много сил забирает, оказывается. Проще вот ехать просто по трассе и кайфовать. Или ездить по маленьким городам. Только что ребята подписались на наш канал. Проехал. Показали нашу аватарку. Ведь и даже без слов можно общаться просто улыбками и просто движениями. Короче, если вы смотрите этот ролик, привет вам. Для того, чтобы убрать из жизни то, что не устраивает, достаточно начать работать над изменением мыслей и своего психического состояния. В общем, у нас очень сильно стало скрижать колесо. Мы не можем найти сервисы. Нам дали домкрат. Сказали посмотреть, не болтается ли оно. Мы сейчас в Ефремове. У нас развалился ступичный подшипник. Разболтался, я не знаю, как называется. Поднимал даже на домкрат. И колесо чуть-чуть болтается. И сейчас мы не можем дальше ехать. Будем искать эту запчасть и сервис. Город небольшой. И тут как бы особо выбора и вариантов нет. Вот такие вот у нас приключения. Вот для поездка к морю называется. Это офрод. Это все офрод. Да, это тот офрод с выпуском про Карелию. Посмотрите, наверное, там он и разводился. Ближайший большой город, большой населенный пункт. Оказалось, Тула. Мы сейчас туда едем, скрипя зубами и подшипником. 60 км в час. На всякий случай едем так медленно. Просто потому, что мы с этим еще не сталкивались. И лучше всего, наверное, ехать с такой контролируемой скоростью. Хотя это, я считаю, все равно уже большой скорость. Я бы 40 ехал, но ты меня не слушаешь. Мы поняли, что это все-таки подшипник. И из-за этого датчик АПС не работает. Точнее, он работает некорректно. Потому что там магнит есть на этом. Ну, короче, не важно. Вот, едем мы в Тулу, потом расскажем, как что получилось. Надеюсь, все будет чётенько. Верю. Поставьте лайк нам за то, что мы рассказываем все, что происходит в автодоме. И даже не самое приятное. Взяли подшипник. Вот он лежит. Сейчас будем искать сервис. Деталь, естественно, нам не подошла с первого раза. Кто смотрел наш видос с Архиза, тот знает, почему и как это происходит в нашей жизни. Нашли сервис за то. За относительно небольшую сумму нам все сделают. И завтра еще привезут деталь. И она будет еще дешевле в этом же сервисе. А ту деталь, которую неудачно купили, мы вернем. Такие вот дела. А сейчас мы гуляем по Туле немножечко. Просто идем за тульским пряником для Ксюшки. Отмечаем колонки в Гоу Вин Лайф. Кешталь-то закрываю. Не зря сюда приехали, да? Да. Внутри кремля. Улыбайся, улыбайся, улыбайся. И к дороге значит будет все окей. Зацените, какой слизень. Здесь гигантские грибы, гигантский пень. Это пень. И слизень. Баня даже стала интересна. Что там, что там в бане? Вот смотри, что там. Грибок. Похоже, носа не племала сзади. Это значит, кого племали. Повширник ступичный. Имеется вот такой прекрасный болт, который хрен открутишь. Всем салют. Подшипник, короче, подошел по итогу. А теперь я на скутере ищу шаровую. У нас еще есть шаровая, там разбитая. Короче, движуха, блин. Все магазины с запчастями закрыты почти. Еду дальше искать. Какое место гарант, кому нужны запчасти или обслуживание, может быть, если есть у них в свободное время, они вас запустят. Мы, к сожалению, обслуживаемся в другом месте, но запчасти нам тут дают. Так как наш Peugeot Boxer – огромная машина, высота 3 метра, а длина больше 5 метров. И весит он более 3,5 тонн, то приходится искать специализированные сервисы. А это очень трудно, особенно если ты оказался на трассе, это практически вообще невозможно. И каждая поломка – это очередное испытание. Все поломки всегда неожиданные. И поиск запчастей часто занимает много дней. И к этому всегда нужно быть готовым. Но, слава богу, в этот раз нам повезло. Отремонтировали нашу ходовую и теперь едем в сторону моря все так же. Сейчас будем заезжать в Воронеж через 250 километров. Сейчас уже проехали 150. Сейчас по пути еще до этого, наверное, остановимся, покушать. Потому что что-то это... Только завтракали, а время уже почти 3. Надо обязательно пообедать. Уже, может быть, поужинку. Мы останавливаемся в городах, потому что, помимо того, что мы едем и путешествуем, мы еще и работаем онлайн, а в городах лучше всего ловит интернет. Поэтому мы едем примерно по 300-400 километров в день. Получается, утром работаем до обеда, потом днем едем, и потом до вечера еще работаем. И получается, что мы совмещаем и до, и трубой, и третий, и десятый. Мы еще и гуляем. Мы еще и гуляем, да. Но в Воронеже мы не будем задерживаться. То есть, чисто рабочая поездка в поисках интернета, раз уж мы проезжаем мимо города. Что-то номер совсем грязный, надо помыть. Приехали, стоим на берегу. Естественно, тут городской мусор. Сейчас хочу помыть стекла, чтобы завтра с удовольствием ехать. И еще поработаем перед сном. Ну и поужинаем, конечно же. Приятного аппетита, кстати, кто смотрит и ужинает в это время. Или завтракает. У нас что-то тут с колесом странно. Мне кажется, у нас просто каждые 5 минут видео что-то происходит. Смотри, какой гигантский компрессор. Короче, Саша нас догнал в Воронеже. И ребята с Москвы увидели нас на GoVenLive. И вот приехали познакомиться. Видели нас у разных людей в блогах. Приехали посмотреть вживую на наш бус. Ну, Эльнар пробует у всех компрессоры, потому что у нас не компрессор, а дно. И хочется найти какой-то классный компрессор. Поэтому у всех дегустируют. У нее каша завтрак будет. Приятного аппетита. Я снимаю. Так, мы выехали с Воронежа. С Рязани, блин. А, с Воронежа. С Воронежа. Мы выехали с Воронежа и едем в сторону Ростова. Сейчас по пути будет небольшая остановочка. Но важная новость. С нами теперь едет Санек, водила МСК. Вы его уже видели у нас на канале. По-любому на каком-нибудь из роликов. Если не видели, то знакомьтесь. Будем вместе ехать на море. Зацените, какая заправка. У-у-у-у. Просто кайф. Вообще, бацунок мое поле. Ай. Смотрите, я на лавань. Болень. Путешествие с животными, это, конечно же, решение задачи со звездочкой. Они нуждаются в дополнительном уходе. Их в жару нужно все время таскать с собой. Ты не закроешь в машине это маленькое чудо в 40-градусную жару. Поэтому, будь то кафе, будь то какие-то развлекательные парки и мероприятия, тебе всегда нужно... Вот даже сейчас, во время съемки этого сюжета, маленькая Банни требует своего внимания и хочет сказать свое веское слово. С собаками и другими животными, конечно, путешествовать сложнее, но для тех, кто хочет, это несложно. Потому что в любом случае ты привыкаешь, животное адаптируется, и со временем вы начинаете жить в дружном тандеме, чувствуете друг друга, слышите друг друга и... Ну, лучше вы все поняли. У нас полная любовь, и она счастлива. Иногда бывает, мне врача надо, иногда бывает, я плохо себя чувствую, и тоже хочу полежать. Мы остановились на Газпром набрать водички. Дети, кто спрашивает, как это делается, вот так вот. Это откручивается, это вставляется, и вода наливается. Санек, вот такие канистры стоят больше, чем наш бак. Московский мажор. Ксюша, работает. А мы подъезжаем к помпончику. В помпончиках ничего не сняли, просто забыли. До Ростова осталось 130 километров. Окна открыты, уже жара, уже море близко. У фигуа боксер такие фары, что я ночью ориентируюсь по тому, как машины проезжают рядом и освещают мне дорогу. Это вообще что-то с чем-то. Поэтому мы ночью не ездим, нафиг. Едем за руку держать с братишками. Вот. Я с его рукой пыталась сердечек. Доехали до Ростова. Встали у ленты. Сейчас переночуем, отдохнем. Пробок нет, людей мало, ремонтов тоже нет. То есть, ну, нормально, едем потихонечку. Погода хорошая. Чувствуется, с каждым часом все жарче и жарче. Хочется на море уже искупаться. Ну что, доброе утро. День начался. На улице жара. Просто невозможно уже. С утра, когда проснулись, в автодоме уже было 28 градусов. Это вообще море рядом. 81 литр поместилось. 4627 рублей. По курсу 5650. Идем оплачивать. Но еще там скид, кэшбэк, все дела. Мы едем в сторону Веселовки. 430 километров осталось. Это примерно 7 часов пути. На улице примерно плюс 100. У дальнобойщиков часто взрываются колеса. И, ну, они, вы знаете, происходит прям мощный взрыв. И колесо у них разлетается. Мне вот интересно, почему они сразу начинают менять колесо, но при этом с дороги не убирают вот эти огромные куски резины, по сути, которые могут повредить машину. А может просто опасно выходить на дорогу? А то, что они лежат посреди дороги, колеса, это теперь безопаснее. Мне кажется, это не настолько опасно выйти на дорогу и убрать, подождав там минут 15-10. Кондер автодомщика. Жаришка. Время 12.36. Сейчас на улице плюс 32. Это Каневский район. Влажность всего лишь 36%. И заход солнца в 19.55. Нам осталось ехать еще 5 часов, 5 с половиной часов. И надо успеть до заката, потому что там песочный пляж, и нам нужно поркануться так, чтобы не застрять. Так что будем ехать, скорее всего, только с короткой остановкой. На душ, скорее всего. Или, может быть, в речке из Каневской. Сейчас посмотрим. Для тех, кто никогда не видел, вот посолнов. Если вот так вот почистить, то там внутри семечки. Их уже нужно жарить. И все. Можно сейчас приспичить. Ваня, нельзя так лазить. Эта мартышка научилась вставать на скутер. Она приходит и говорит, а что это делается? Нельзя так ездить в бане. Она еще далеко не ехать, она говорит. Чтобы вы понимали, у нас собака год из кабины вообще не выходила. То есть она либо на руках, либо внизу на полу в кабине. И спустя год, она недавно первый раз поела на ходу, попила на ходу. И начала под сиденьями проходить назад, лежать там. Правда, пока не на диванах. Но, как видите, она уже лазит вовсю, даже на скутере стоит. Это вообще жесть. Телефон перегревается, и невозможно навигатором нормально пользоваться. Его нужно постоянно охлаждать. Это первый комиссия. А второй. Сейчас перед нами дорогу перебегала черепаха. Пришлось ее объехать, чтобы у нас осталось живых. Прикол, первый раз в жизни передо мной перебегала дорога черепаха. Мы стреляли в пробку. Где-то под Коржевском. Или Коржевский. Ну, в общем, что-то такое. Говорят, что это единственная дорога, которая выезжает на Анапу. И, короче, навигатор всех сюда отправляет. Всю дорогу вообще не было пробок. И так интересно, что неужели столько людей едет на море? Проехал прицепчик. Какие-то они необщительные. Машем все время прицепом и ольковником, и они вообще никакой реакции в ответ. У нас телефоны уже вообще не тянут ничего. Ни навигатор, ни связь просто вырываются от жары и не заряжаются. Но мы сегодня доедем домой. Короче, идея возникла. Только в пробке такая идея может возникнуть. Загрузить автодом на скутер. И поехать. Подкачиваем колеса. Что-то у нас с этим колесом последние деньки. Что-то неладное. Время 18.35. Болбака сегодня уже сожгли. А это примерно 40. Приехали веселое, или как-то веселовское. Закупились продуктами на рыночке и в магните. С нами не поменяется, и нас не придется вытаскивать. Последний раз, Санек, когда здесь был, он говорит, вытаскивал автодом. Здорово, синий спринтер был. Я на подширике. Думаю, я король, короче, здешних мест. Потому что я единственный, кто мог вытащить на МТшке. Я немножко подспущенный. И это было довольно эффектно. Сейчас мы на песке. Я надеюсь, что с нами такая история не произойдет. Мы на опыте посмотрели, чтобы вот такое все было плотненькое. Сегодня мы челем отдыхаем. Вот, правда, буханка немножко не так рассчиталась. Сейчас я пойду Ксюшу нагоню. Мы на море, кстати. Кстати, да. Все, мы приехали. Мы не виделись 4 месяца. Я счастлива. Вообще, любое путешествие – это приключение. Любое приключение сопровождается всякими испытаниями. В этом-то и есть весь кайф. Потому что ты приобретаешь опыт и, соответственно, живешь. Тут два варианта. Либо так, либо ты стоишь на месте, ждешь чуда, зарабатываешь деньги и, как бы, в общем-то, и не живешь. Каждый выбирает то, что ему по душе. Но, возможно, кто-то из вас, так же, как и мы, 2 года назад просто не знали, что есть другая жизнь. И что можно жить совершенно по-другому. Спасибо, что ты с нами. С тобой были Ильнар и Ксюша. Пока-пока. В общем-то, цель была доехать до моря. Как вы видите, мы это сделали. Так что подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии. Посмотрите, пожалуйста, другие наши видео тоже. Поддержите нас таким образом. Спасибо за то, что вы с нами. А теперь разыграем сертификат на 8 тысяч рублей от Captain's Made. Открываю видео, копирую ссылочку. Условием было написать комментарий не менее 10 слов. Вставляю в приложение, которое рандомом определяет победителя. Так, всего 706 комментариев, 31 846 просмотров. Спасибо за просмотр, кстати. И погнали! Мы не свободны. Пока есть те, кто нас любит. Ура! Это наш победитель! Мария Куликова. Мария, поздравляем вас! Вы выиграли сертификат от Captain's Made на 8 тысяч рублей. Обязательно свяжитесь с нами в Telegram. И остальные вопросы мы решим. До следующих видео! Всем пока-пока!